Печенье тут бешеное, сейчас меня развернет, сейчас меня развернет, эх, я зазевался, у меня лодка уплывает, эх, эх, куда, там же глубоко, о, черт, ох, как же стрёмно, скрипят доски, всем привет, я Саша Демин и вы на моем канале Шо Реально, тут я показываю крутейшие места в Украине для фанатов активного отдыха, о которых вам не расскажут в других туристических блогах. Сегодня я продолжу серию видео, в которых я исследую истоки великих украинских рек, в этом видео я попробую найти место, где начинается Днестр, одна из крупнейших рек в нашей стране, я нахожусь сейчас в городе Самбар, на его окраине, тут начинается мой маршрут и меня ждут 50 километров самого сложного и труднопроходимого участка Днестра, который я попробую пройти за 24 часа. Днестр входит в десятку самых длинных рек Европы, в Украине же он уступает только Днепру и проходит путь в 1362 километра, из них 925 по территории нашей страны. Главная его достопримечательность Днестровский каньон, уникальное по своей красоте место с нетипичным для Украины ландшафтом. Сплавы по Днестру обычно начинают с Галича и не случайно выше по течению Днестр похож на типичную Прикорпатскую реку, очень мелкий, со стремительно несущимися водами. Только такой псих, как я, мог решиться покорять ее на резиновой байдарке. Я решил начать с Амбара не случайно, это первый крупный город на Днестре, находящийся на равнинной территории. Я хотел хоть немного проплыть перед тем, как мне придется вместе с рекой взбираться в Карпатские горы, где Днестр и берет свое начало. 8.47 и я начинаю свое сегодняшнее приключение. В Самбаре я провел пару часов. Это уютный провинциальный город со старой застройкой, такой себе микрольвов. Кстати, интересный факт, в интернете пишут, что тут в одной из церквей находятся мощи святого Валентина. Да, того самого покровителя влюбленных. Правдивость этой легенды я не проверял, но местные в нее верят. Сейчас я начинаю свой маршрут на высоте 300 метров над уровнем моря. Но Днестр берет свое начало на высоте 900 метров над уровнем моря. Мне придется преодолеть перепад практически в 600 метров. На равнинной части уже есть пороги. И я очень переживаю, что мое путешествие на Байдарке закончится очень быстро. Я не прошел и километра, как уже столкнулся с первыми трудностями. Течение тут бешеное. Сейчас меня развернет. Сейчас меня развернет. Ох, фух, фух. Вот сейчас было страшно. Течение было настолько сильным, что даже идти против него было сложно. Не то, что плыть на лодке. Но это была не единственная трудность. Во время паводков Днестр часто забирает вместе с грунтом и стоящие на его берегах деревья, которые, цепляясь за отмели, сбиваются в кучу. Проплыть через такие буреломы непросто. Но самое страшное – это нарваться на торчащую под водой острую ветку. В Днестре вода очень прозрачная. Я вижу дно даже в тех местах, где вода по пояс, а то и метра полтора-два. Все равно видно дно. Не знаю, сколько я прошел километров, но устал я конкретно. Вот это самые опасные места. Из-за того, что вода прозрачная, кажется, что здесь неглубоко. Но на самом деле здесь полметра, а то и метр. И при этом еще и течение быстрое. Хорошо, что моя надувная байдарка весила совсем немного. Тащить ее против течения было несложно. Плюс, в отличие от Южного Буга, где дно было и листым, и заболоченным, на Днестре были камни. Идти по ним было куда комфортнее. Попробую, смогу ли я вот так поворот течение. Ни хера, я именно на одном месте. Ну куда, 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 куда. Ну не надо разворачиваться. Не дай бог мне где-то перевернуться. Это будет вообще жесть. Да я повернула. Ну вот с каждыми вот такими порогами река поднимается буквально от сантиметров на пять. Ну вот. И самое худшее, что она будет подниматься, так еще ближайшие километры, километры аж до самого истока. Вы же помните? 600 метров вверх мне придется подняться вместе с Днестром. Очередные пороги. Я как будто собаку выгуливаю, знаете, за поводок. Давай, родная, объезжаем вот здесь. Прошло пару часов, прежде чем я приловчился проходить отмели и справляться с быстрой водой. Главное было держать нос лодки по течению. И не грести, а отталкиваться веслом от камней. Спустя три с половиной часа я достиг первых серьезных порогов. Черт, я зазевался, у меня лодка уплывает. Эх, эх, куда? Там же глубоко. Ох, фух. Вот это был бы капец. Я бы ее просто не догнал. Пришлось ее ловить где-то вот метров через 200 на следующих порогах. Вот это я перестремал. Второй город на моем пути был старый Самбар. И как вы, наверное, догадались, он старше, чем Самбар. Если честно, он мне понравился даже больше, чем его младший брат. Очень милый городишко и к тому же подпирает своими окраинами живописные карпатские горы. Встречать ветряки в моих поездках уже традиция. И вот в этот раз я наткнулся на Старосамборскую ВЭС. Одну из крупнейших на Западной Украине. Но через пару минут, когда я достиг первых порогов, моя любовь к старому Самбару стала угасать. Близость гор дала о себе знать. Днестр стал резко подниматься вверх метр за метром. Но первая доза порогов оказалась всего лишь легким аперитивом перед самым тяжелым препятствием на реке. Я надеюсь, веревки мне хватит, потому что вот здесь вот глубоко. Ай, б***ь, там зацепилась за камень. Давай, еще немножко. Воу, 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 воу. Ее просто засасывает туда. Два порога прошли, осталось еще около пяти. И какой-то невеселый мне смех, да, ребята? Вы обратили внимание? Да потому что мне не весело. Вот эти вот камни, они скользкие. Я все время боюсь споткнуться, я боюсь упасть. И худшее, что из этого может со мной произойти, это я сломаю ногу. Вот тут глубоко. И вот тут глубоко. А посередине камень торчит. И я налетел именно, б***ь, на него. Этот жесткий участок был длиной около километра. Чтобы его пройти, я потратил полтора часа. Поэтому, как только я дошел до адекватного берега, я решил бросить лодку и идти дальше пешком. В селе Спас я познакомился с местными пацанами, которые показали мне короткую дорогу, угостили семками и рассказали про Днестр в районе их села. Благодаря этим ребятам я запомню Спас, как самое гостеприимное село. Они хотели показать мне еще местные достопримечательности, но времени у меня не было. Я и так серьезно отставал от графика. Солнце уже зашло, когда я уперся в холм. Чтобы его обойти, нужно перебраться на другую сторону реки. Сначала я обрадовался, увидев рядом мост, пока не заметил, в каком он состоянии. Ну вот это, конечно, будет интересное испытание. Ну ладно. Я люблю приключения. Почему бы и нет? О, черт! Ох, как же стрёмно скрипят доски. А здесь, походу, вот уже обвалилось. Темнеет в Карпатах резко. Когда я начал переход, то оказался практически в полной темноте, что увеличило мой шанс провалиться в реку. Это было очень стрёмно. Я буду искать себе место для ночлега, где-то в ближайших 10 метрах. К сожалению, я слишком устал для того, чтобы вам делать какие-то подсъемы. Поэтому я сейчас не буду тратить ни секунды. Я просто сейчас быстро разбираю палатку, ложусь спать и встретимся с вами завтра утром. Вот сейчас, наверное, на улице градусов 8-9. Очень холодно. Прям вот очень. Я не ванга, но я уверен, что палатка мокрая. Вся в рассе. И самое страшное, что мне сейчас по этой рассе идти дальше, продолжать маршрут. На гугл-карте была указана автомобильная дорога, которая шла вдоль Днестра практически до самого истока, периодически пересекая его. Я не рассчитывал на асфальт, но надеялся хотя бы на нормальную грунтовку и мосты. Как же я ошибался. Представьте мое отчаяние, когда я увидел, что дорога просто упирается в реку. Но местные, в отличие от меня, в этом не видели никакой проблемы. Самое ужасное, что дорога пересекала Днестр практически каждый километр. И раз за разом мне приходилось разуваться и переходить его вброд. Не, ну капец. Это что, прикол такой? И с 10 метров не прошло, как опять дорога упирается в Днестр. И вон там аж она выходит. И тут еще и глубоко. Не, ну это какая-то дичь. Более-менее нормальная дорога началась, когда я дошел до Лимна, находящегося практически на польской границе. Местные села невероятно атмосферные. Старые деревянные дома, густые зеленые сады. И, конечно, вся эта красота на фоне гор. Омрачала мой путь усталость. Ноги гудели, и передвигать ими я не мог так быстро, как вчера. С другой стороны, спешить мне было уже некуда. Прошли сутки моего путешествия, а я еще не у истока Днестра. Это значит, что опять я не выполнил свое задание, как и последние выпуски. А это значит, что я, походу, очень сильно повысил градус сложности своих челленджей. Продолжу идти к истоку и посмотрю, сколько времени у меня это займет. На этом участке вдоль Днестра одно село переходит в другое. Бережок, Жукотин и последнее на моем пути Волчье. Кстати, если любите этнику, 400-летние деревянные церкви и тишину горных поселений, то эти места вы зацените. Впереди меня ждало последнее серьезное препятствие. Сразу за Волчьим Днестр превращается в ручей и резко уходит в горы. Этот участок самый сложный из всего маршрута. Из-за влажности берега заросли высокой травой и кустами, а вокруг стояла стена из непроходимого леса. Иногда приходилось идти прямо по руслу. Плюс был в том, что разуваться было не нужно. В этих местах Днестр не глубже лужи. Но время от времени я натыкался на завал из бревен и сломанных веток, который намекал, что во время ливней поток воды тут настолько сильный, что сносит деревья. На последних километрах Днестр проходит в глубоком овраге, по склону которого мне и приходилось идти. Как же я выдохся. Очередная моя самоубийственная миссия. Так, я вижу, он поворачивает. Отлично. Это хороший знак. Это значит, что я уже меньше, чем в километре. По-моему, я вижу. О, боже. Я не верю. Неужели? Вот он. Вот он. Из такой вот пластиковой трубочки начинается одна из величайших рек в Украине. Настало время мне умыться и напиться воды из Днестра. Вода из источника Днестра очень вкусная. Я даже наполнил себе бутылку. Вообще сложно представить, что этой маленькой струйке воды предстоит пройти тысячу километров, чтобы оказаться в Черном море. Конечно, ей придется объединиться с сотнями других карпатских ручьев, десятками украинских и молдавских рек, чтобы получился тот самый Днестр, которого можно увидеть в Одесской области. Итак, подведу короткий итог. Сейчас на часах 2 часа 7 минут. А это значит, что мне понадобилось где-то 29 часов, чтобы дойти до места, где начинается Днестр из города Самбар. Маршрут был очень тяжелый. Я, конечно, догадывался, что так будет, но, в общем, с заданием я не справился. Я, тем не менее, ни о чем не жалею. Я рад, что мне хватило сил дойти до сюда и не сдаться. Я надеюсь, это видео вам очень понравилось. Если да, обязательно поставьте лайк, напишите комментарии, где вы были на Днестре и какие ваши любимые места. Кроме того, не забудьте подписаться на этот канал, если вы этого еще не сделали. Также я попрошу вас подписаться на мой Patreon и задонатить, кто сколько сможет. Даже маленькая сумма мне поможет в развитии этого канала. На сегодня все. Встретимся через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok